Новости в прямом эфире в студии Анны Рязанова. Добрый вечер. Начинаем с главных тем. До окончания акции «Аллея славы» остается несколько дней. Девять городов-победителей получат по тысяче деревьев. Будет ли среди них Архангельск? Жертвами реконструкции Ленинградского проспекта в Архангельске стали яблони. За спасение деревьев взялись общественники. Они стоят на страже порядка. Накануне Архангельское казачье общество пополнилось новобранцами. Более 400 участников в жюри известные танцоры из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. В Архангельске прошел фестиваль танцев. В центре Архангельска сегодня горел нежилой деревянный дом на Карельской, 47. Тревожный сигнал поступил на пульт пожарной охраны в полдень. На место прибыло семь автоцистерн, автолестницы и 38 человек личного состава. На момент прибытия происходило горение во втором подъезде по всей площади выходом огня на кровлю здания. Были направлены силы и средства по номеру 1 БИС. Приданными силами пожар на данный момент локализован. На момент прибытия подразделения пожарной охраны видели людей из определенного места жительства, убегавших. Как оказалось, несколько мужчин и женщин две недели назад обжили квартиру на втором этаже. Причем один из них – инвалид-колясочник. Люди выбрались из горящего дома сами до приезда пожарных. Но, скорее всего, причина ЧП с ними не связана. Возгорание началось в другом подъезде. Вход туда тоже был свободен. Сильный ветер создавал угрозы возгорания соседнего здания, но пожарные не допустили распространения огня. Уже через полчаса пожар был локализован. Еще несколько часов огнеборцы проливали и разбирали обгоревшие конструкции. 22 случая пала сухой травы зафиксировано в регионе за последние несколько дней. О подготовке к пожароопасному сезону говорили в правительстве области. Особое внимание дачным участкам и прилегающим лесным полосам, где категорически запрещено разводить костры. Региональному Минлеспрому дано поручение совместно с синоптиками следить за прогнозами, чтобы заранее быть готовыми к пожароопасной ситуации. Прошу с прогнозистами по погоде, по температуре окружающего воздуха, все, что связано с показателями горимости, сориентироваться. И необходимые мероприятия, если это требуется, как установление особого противопожарного режима в лесах и то, что с этим связано, их тогда предложить внести распределительным документам. Стоит заметить, что нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит административная либо уголовная ответственность. Мы еще поборемся. Более 20,5 тысяч жителей Архангельска проголосовали за то, чтобы тысячу деревьев высадили именно в нашем городе. До окончания акции «Аллея славы» остается всего несколько дней, по итогам которой 9 городов-победители получат бесплатно по тысяче деревьев. Причем выбрать можно самим 5 разновидностей из 35 представленных. Проголосовать довольно просто. Достаточно зайти на сайт «Аллеи славы РФ» и отдать свой голос. Осталось очень мало времени для того, чтобы проголосовали. У нас еще достаточно большой потенциал. Те, кто следит за голосованием, видят, насколько там идут колебания. Можно сказать, друг другу в затылок дышим. Иногда обгоняем, иногда нас обгоняют. Поэтому, дорогие друзья, прошу присоединиться к этому процессу. Кто еще не проголосовал, проголосовать и да победит Архангельск. Деревья посадят в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Голосовать можно до 9 мая. А вот спасти от вырубки уже взрослые деревья. Взялись неравнодушные архангелогородцы. Вторую неделю не утихают споры вокруг реконструкции проспекта Ленинградского. Ради новой дороги нужно вырубить почти 300 деревьев, в том числе редкие для Северояблони. Ситуация оказалась безысходной, но общественники и строители нашли выход. Какой, расскажет Артемий Заварзин. Может на Марсе, как в песне, и будут свести яблони, но вот на Ленинградском проспекте уже вряд ли. Для реконструкции дороги территорию нужно освободить от всей растительности. В том числе и яблонь, которую еще 40 лет назад высадили сотрудники трамвайного депо. Помню, когда был трамвай, едешь на трамвае, они цвели. И они вот прям по окнам, вот своим цветущими ветками. В общем, наслаждение было. Моменты наслаждений нарушила неточность в проекте. Составлялся он зимой, и авторы, не отличив яблони от прочих деревьев, причислили их к кустарникам. Иными словами, спилить нельзя оставить. Смириться с этим общественники не смогли и бросили клич в социальных сетях. Теперь у яблонь будет новая прописка. Размещены по дворам. Вот на дворовой территории я планирую в понедельник пересадить яблони. Три яблони забрать, пересадить на Тиме-6. И девочки по Майской горке округу забрали деревья. И позавчера молодой человек из соцсети в Маймаксу увез пять деревьев. Вывоз за свой счет. В остальном помогает подрядчик. Яблони мы помогаем покорчевывать, местные активисты их пересаживают, хотя в принципе мы должны их срубить. Ну и в консенсационных посадках я думаю, что у нас тоже яблони будут, где они посадим. На территорию округа. Приживутся ли 40-летние яблони на новых местах, гарантий дать никто не может. Известно лишь, что на Ленинградский зеленую зону вернут в двойном объеме. Будет выполнена компенсационная посадка один к двум. То есть за одно вырубленное дерево будет посажено два дерева. Подрядчик сейчас занимается более подробным пересчетом. Если отсутствие яблонь минус проекта, то вот отсутствие луж явный плюс. Подрядчики монтируют новый коллектор, а значит весенних половодий и протечек на Ленинградском больше быть не должно. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Регион 29. В регионе началась горячая пара ремонтов. В этом году по федеральной программе формирования комфортной городской среды благоустроят 20 архангельских дворов. Каковы планы на реконструкцию и какие ошибки предыдущего года нужно избежать? В этот раз узнала Наталья Пулина. Этому двору по проспекту Новгородский 173 посчастливилось стать участником федеральной программы. Хотя это не просто везение. Для участия в программе жильцы дома проделали колоссальную работу. Собрали необходимые документы и подготовили проект. Согласно плану здесь появятся расширенные пешеходные дорожки, эко-парковка и долгожданная детская площадка. К этому проекту мы долго шли. Мы очень его хотим, потому что видите в какой разрухе наш дом находится. Сплошные ямы, колдобины. Кроме неприглядных тротуаров, вид портит и старая водонапорная башня. Ее состояние и близость к дому давно тревожат жителей. Городские власти готовы посодействовать в ликвидации опасного соседа. На месте вот сегодняшних этих ужасных дворов уже завтра будут на самом деле детские площадки, качественные дороги, будут смеяться дети и прыгать и веселиться именно на хороших, качественных тренажерах. И это будет. Это все благодаря и проекту «Комфортная среда», и совместной работе законодательно-исполнительной власти, и самое главное – активности жителей. Еще один двор, попавший в программу в этом году, на Попова-42. Обновление территории здесь обойдется в 11 миллионов рублей. При этом 10% финансовых затрат взяли на себя сами жители. Вы знаете, я честно скажу, я не найду таких хороших, добрых слов, чтобы было понятно, какое наше состояние, вот узнав, что мы через какое-то время получим в целом. Больше бы домов, только включались так активно, как вы в эту программу. А этот двор на Шубино-20 совсем недавно ничем не отличался от соседних. Теперь, благодаря участию в федеральном проекте по формированию комфортной городской среды, внутри дворовый проезд обновился и появилась современная спортивная площадка. У нас работают дворники, которые живут в нашем доме. Они тоже следят за тем, что сделано здесь, следят за оборудованием, которое установлено. То есть все ответственно относятся к тому, что здесь получилось. Обновляться городские дворы начали только в прошлом году. По результатам первого года работы федеральной программы в регионе сделана работа над ошибками. Многие трудности, которые у нас в прошлом году возникали, были как раз связаны с тем, как выполняли подрядные организации, в какие сроки они выполняли эти объемы. Ну, надеюсь, что и бизнес учитывает опыт прошлого года, и, безусловно, администрация города его учитывает. В этом году в Архангельске обновится 20 дворов. Наталья Пулина, Светлана Михеевская, регион 29. В день Великой Победы на традиционное шествие выйдут роты Бессмертного полка. 9 мая более 25 тысяч северян по всей области пройдут парадом с фотографиями своих родных. В Архангельске шествие начнется от Центра Патриот и далее по Троицкому проспекту до Монумента Победы. Наряду с традиционными ротами отдельными, это морская рота, рота Росгвардии, милицейская, железнодорожная рота, рота САФУ и СГМУ. У нас в этом году впервые идет отдельная дошкольная рота, где будут идти дети вместе со своими родителями. Чтобы отдать дань памяти солдатам Великой Отечественной и присоединиться к Бессмертному полку, нужно оставить заявку в Центре Патриот. В ней описывается боевой путь родственника, также потребуется его фотография. Завтра, 5 мая, последний день приема заявок. Сбор рот Бессмертного полка начнется 9 мая в полдень у Центра Патриот. Свыше 7 тысяч архангелогородцев приняли участие в первом традиционном майском субботнике. Впереди еще две генеральные уборки. На субботнике горожане выходят семьями и целыми предприятиями. Михаил Меньшинин продолжит. Наряду с демонстрацией, дачным отдыхом и поездкой на шашлыки, субботники – один из символов майских праздников. Тысячи неравнодушных граждан берут лопаты и грабли и выходят на уборку дворов и улиц. Особенное внимание городским площадям и скверам. Например, территорию возле морского речного вокзала взялись прибрать работники Архтрансавта. Я считаю, что нужно прибираться в своих дворах. То, что мы вышли прибраться в районе морского речного вокзала, то есть, грубо говоря, старинного места нашего города, то есть, в принципе, люди приезжают, видят его. В принципе, это замечательная идея здесь провести субботник. То есть, я обеими руками за. Фронт работ на привокзальной площади огромный. Эта территория весь год одна из самых людных и, увы, одна из самых загрязняемых. На ее уборку 20 человек потратили большую часть дня. Автобусы, которые обслуживают город, приходят с города Сверодвинска. Ряд маршрутов обслуживает Архтрансавт. Поэтому, в принципе, чистота конечных кольцевых станций, наверное, где-то и наша зона ответственности. Поэтому пришли просто поддержать город субботником перед праздничными днями и привезти по возможности конечные станции, соответствующий порядок и вид. Хотелось бы все-таки на праздниках увидеть город чистым. Впрочем, в преддверии главного праздника страны, Дня Победы, на Архангельских улицах работы еще много. Наступающие выходные как раз хороший повод потратить час-другой личного времени и внести свой вклад в чистоту родного города. Михаил Меньшинин, Ольга Красулина, Регион 29. Казаки Архангельска на страже порядка. В городском казачьем обществе две сотни бравых воинов. Минувшие выходные их ряды пополнились еще тремя новобранцами. Перед тем, как официально присягнуть на службу будущим казакам, нужно получить одобрение от своих старших товарищей. Стать казаком может только образцовый молодой человек. Все новобранцы прошли так называемый кандидатский стаж, изучили историю России и казачества. Присягу архангельские казаки традиционно принимают в храме Александра Невского. Необратимой клятвой они подтверждают готовность к общественному служению. Клянусь приложить все силы, чтобы стать и постоянно быть, покуда в силах, исправным казаком, умелым воином, защитником слабых и обездоленных, рачительным хозяином и добрым семьянином. Клянусь. Клянусь. После официальной присяги новобранцы получат звание. Все три они офицеры. Нашим решением мы делаем запрос Союза казаков воинов России и зарубежья. Им присвоят соответствующие чины, которые они носили в различных структурах, в силовых. Казаки уже скоро приступят к своим обязанностям. Займутся охраной общественного порядка и патриотическим воспитанием молодежи. На сегодня в казачьем обществе региона около тысячи человек. Канун Дня Победы. И самое время еще раз вспомнить имена героев Великой Отечественной войны. Архангельский краевед Валерий Кирилайнин к празднику подготовил книгу по материалам архивов ФСБ и основываясь на личных материалах с ветеранами. Однако на ее издание нужны деньги. Подробности в нашем следующем сюжете. Данил Подоплекин – один из самых видных деятелей партизанского движения на севере. До Великой Отечественной войны он прошел путь от простого рабочего на лесозаводе до секретаря районного комитета партии. Побывал на фронтах Советско-финской войны. А когда началась Великая Отечественная, без раздумий пошел сражаться за родину. Но уже по ту сторону линии фронта, находясь в тылу врага. Он знал цену потерь, цену побед. И, по всей видимости, не случайно он был выбран руководством НКВД, командиром партизанского отряда «Полярник». Партизанский отряд «Полярник» действовал на Карельском фронте и провел свыше 20 успешных операций. Но биография Данила Подоплекина, как и множество других материалов о действиях северных партизан, долгое время были скрыты в архивах ФСБ. Сейчас о его судьбе в своей книге «Притча о награде» подробно рассказал краевед Валерий Корейлайнин. В архивенский город воинской славе мы должны воспитывать патриотов. Их воспитывать нужно и можно только на конкретных примерах. В примерах тех людей, которые положили жизнь свою на защите Отечества или в каких-то экстремальных ситуациях. Это не обязательно Великая Отечественная война. Это и современная Сирия, и война, и отстаивание на Кавказе конституционных прав. Судьба Подоплекина и партизанского движения – это только часть книги. Она состоит из пяти очерков, каждый посвящен отдельной героической личности – тем, кто был внедрен в финскую школу разведки, труженикам тыла, ветеранам органов госбезопасности и МВД. Автор использовал множество архивных материалов и фотографий. Такой проект рассчитан в первую очередь на молодежь. Давайте определимся с точки зрения библиотечной системы и школьных библиотек. Потому что такие вещи надо, чтобы они у молодежи были перед глазами. Но чтобы книга дошла до молодежи, Валерию Корейлайнену нужно найти средства на ее издание. Сумма, хоть и не очень большая – 30 тысяч рублей за 500 экземпляров, но для пенсионера неподъемная. Со сбором средств городские власти пообещали помочь. Михаил Меньшинин, Сергей Минин, Регион 29. Накануне праздника Великой Победы. Только 8 мая. Скидки до 20% на все. И купон в подарок в аптечной сети «Фармация». Юбилейная 10-я команда 29 пройдет в этом году в Малиновке. Сейчас в Доме молодежи принимают заявки на участие в форуме. Ежегодно он становится площадкой реальных дел для архангельской молодежи. Участники создают проектные команды и ищут решения для конкретных проблем. Это так называемые кейсы. У каждого свои заказчики, компании региона, министерства и муниципалитеты. В этом году ребят, участников форума, будут ожидать несколько направлений кейс-площадок. Будет пул площадок, которые нацелены на проектирование изменений в регионе. Будет пул технологических кейсов, там, где ребятам придется посчитать, спроектировать. И будет пул кейсов, в рамках которых мы будем разрабатывать бизнес и финансовые модели под конкретные проекты. В юбилейный год команда 29 станет еще масштабнее. Форум соберет почти 330 участников. Образовательная программа будет состоять из 15 кейсов. Методическая площадка. Она будет разделена на блоки. Они будут разделены по дням. В рамках данных мероприятий будут площадки медиа, площадки урбанистики, добровольчество и, по сути, международное сотрудничество. Форум пройдет с 24 по 29 июня. Прием заявок продлится до 18 мая. Шанс проявить себя на паркете получили около 400 танцоров Архангельской области. Благодаря реализации гранта при поддержке регионального правительства, общественной организации «Радуга жизни» удалось провести танцевальный чемпионат Двина. Владлена Романова продолжит. Иван Мишин. Студент-историк. Успевает совмещать учебу, тренировки и преподавание танцев. На сцену вышел без подготовки. Танцевал в стиле экспериментал. И покорил не только членов жюри, но и весь зрительный зал. Иван, собственно, о мертвом казаке, который лежит на поле битвы. И, собственно, это как бы смешение идеи о войне. То есть гранат, кровь и одновременно о запретном плоде. Ну, то есть запретный плод, как бы война. Это две такие, мне кажется, очень близкие по духу штуки. На сцене драмтеатра более 400 участников. Их оценивали в нескольких номинациях. Контепарари, бачата, хип-хоп, бест-соло, шоу-кидз. Члены жюри – известные танцоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени. Единство между детишками и взрослыми на сцене и зрителями в зале. То есть мы хотим, чтобы этот танцевальный праздник был прям как одно целое. Не было зрителей, не было участников, а все вместе получили сегодня огромное удовольствие от всего этого процесса. Инициаторами танцевального фестиваля стала молодежная общественная организация «Радуга жизни». На конкурсе проектов идею провести такой масштабный чемпионат поддержало правительство Архангельской области. Позади три дня соревнований и хочется сказать огромное спасибо нашим судьям, потому что по информации и откликам в социальных сетях эти три дня были насыщены целой чередой мероприятий и оказались очень-очень полезны для наших конкурсантов. Это так? Да! Для Архангельска чемпионат танцев «Двина» – важный шаг в поддержке и развитии местных талантов. Организаторы обещают, с каждым годом фестиваль будет только расти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!